Это новости в форме. С вами Анна Чижлиташ. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам военной безопасности. Цель анализ военно-политической обстановки и меры реагирования. Среди участников совещания премьер-министр и глава администрации президента руководства силового блока. Главнокомандующий объемно высказался по вопросам специальной военной операции Российской Федерации на территории Украины. Обстановки на границах. Он снова подчеркнул, что мобилизация на территории Беларуси не проводится и не планируется. Внимание также было уделено вопросу усиленной милитаризации соседних стран Польши, Литвы, Латвии. В рамках учения коллективных сил оперативного реагирования от ДКБ взаимодействия 2022 сформировано подразделение радиационной, химической и биологической защиты и военной медицины. В него вошли военнослужащие Беларуси, Казахстана и России. Практические действия направлены на решение вопросов защиты от потенциальных биологических угроз. Военнослужащими с использованием современного оборудования проводится биологическая разведка объектов и местности, а также специальная обработка личного состава административных и жилых помещений, вооружения и техники. Для подразделения эти маневры стали первыми. В авиационной базе в Мачуличах продолжается внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности. При этом призваны около ста военнослужащих запаса. В ходе тренировки они восстановят навыки по огневой, строевой и тактической подготовке. Также с хранения будет снята военная специальная техника с целью проверки ее боеготовности. Итогом занятий станет многокилометровый марш на полигон. Мероприятие проводится в соответствии с планом подготовки военно-воздушных сил и войск ПВО. Международный отряд волонтеров из Псковской области и Латвийской республики Хатынь-2022 прибыл с визитом в Беларусь. Делегация приняла участие в трудовой акции по реконструкции мемориального комплекса на месте сожженной деревни. В рамках визита отряд также встретился с руководством БРСМ и обсудил развитие молодежного сотрудничества двух стран. Это были новости в форме. Смотрите нас завтра на YouTube-канале ВНТВ Беларуси, медиаплатформе Яндекс.Дзен и в наших социальных сетях. До встречи!